Занятие в Академии ведет врач-косметолог Анастасия Владимировна Быкова. Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – эффективность домашнего ухода. Когда мы говорим о домашнем уходе, мы говорим о трех важных этапах. Это очищение, увлажнение и питание кожи. Очень часто задают вопрос, может ли домашний уход заменить походы к косметологу. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим макет кожи. Домашний уход решает проблемы такие, как ровность кожи, избавление от воспалений, решает проблему сосудистой стенки частично, а также лечит частично пигментацию. Но домашний уход не может решить такую проблему, как возникновение глубоких морщин. Транс-эпидермальное проникновение косметических средств достаточно неглубокое. И не может решить такую проблему, как возникновение срединных глубоких морщин, а также мимических морщин, образование которых связано с активностью в мимической скульптуре. Возникает часто вопрос, чем профессиональная косметика отличается от косметики, которую можно найти в свободном доступе в магазине. Ответ очень прост. Профессиональная косметика может содержать в себе очень активные компоненты, а также проводники этих компонентов. В косметике общего пользования либо нет таких активных компонентов, либо они вне активной концентрации, либо нет проводника, который будет проносить молекулы активного вещества вглубь. Часто профессиональные косметики задумываются уже в более позднем возрасте, но это неправильно. Кожа все помнит. Поэтому очень важно пользоваться косметикой, которая будет содержать активные компоненты, начиная с 20-летнего возраста. Косметика 20+. Крем в основном должен быть увлажняющим. Для очень сухой кожи, впитательной, он должен содержать в себе пантомол, например, а также другие увлажнители естественные. Но и необходимо помнить о солнцезащитном факторе. 30+, это возраст, когда начинают появляться первые морщины. Здесь необходимо помнить о таких активных компонентах, как гиалуроновая кислота, естественно увлажняющий фактор, молочная кислота. Их косметические средства, как правило, содержат все эти компоненты. 40+, 50+. Должны, безусловно, содержать также солнцезащитный фактор, потому что в этом возрасте кожа более подвержена фотоповреждающему действию солнца. А также содержать такие уже более активные компоненты, как ретинол, например. Правильно подобранная домашняя косметика, домашний уход всегда обеспечивает лучшее нанесение макияжа. И макияж держится целый день, лицо выглядит свежим. Нужно помнить, что для каждого типа кожи существует свое средство. Так, например, для сухой кожи подойдут молочко и пенка для умывания. Для жирной кожи нужно использовать гель для умывания. Редактор субтитров А.Семкин